Большинство из этих предложений уже выполнены. Это дети-работниц Чайковского комбината шелковых тканей. Спокойны за них мамы, так как по их предложению администрация комбината продлила часы работы детского сада до 21 часа. Гараж на 150 автобусов построен по просьбе рабочих пассажирского автопредприятия. Сейчас значительно улучшились условия труда водителей. Городская набережная протяженностью более километра появилась в этом году. О ее сооружении также позаботились трудящиеся города. Очень важное значение имеет строительство дороги, которая свяжет Чайковский с областным центром Пермью. Благодаря активному участию промышленных предприятий только за один год в ее сооружение было вложено около полутора миллионов рублей. И еще мне хотелось бы остановиться на одном объекте. Он возник по инициативе и при активном участии строителей Водкинс ГЭС-строе. Здесь есть все условия для занятий физкультурой и спортом. Таким образом, нам удалось осуществить 90% предложений и критические замечания трудящихся, высказанных ими в ходе обсуждения проекта новой Конституции СССР. Это стало возможно благодаря активной работе депутатских групп, депутатов городского совета, постоянных комиссий. Они держали все эти вопросы под неославным вниманием и добивались их исполнения. Продолжение следует... Продолжение следует...